Здравствуйте! История Петербурга тесно переплетена с историей династии Романовых, при которых и возник город на Неве, а затем превратился в столицу Российской империи. Все императоры отстраивали и развивали Петровский парадизм, создавали уникальные коллекции живописей, скульптуры, драгоценностей и книг. В царско-сельской летней резиденции, куда русские императоры чаще всего удалялись для отдыха от государственных дел, книжные коллекции стали складываться с середины XVIII века. Поначалу здесь собирались книги преимущественно художественные, предназначенные не для работы, а для легкого приятного чтения в соответствии с дачным статусом загородного дворца. Но наряду с билетристикой в царском селе постепенно формировалась коллекция из книг в совершенно разной тематике, уникальных в силу того, что они были удостоены особого внимания венциносных читателей и сохранили на своих страницах множество записей и помет. А положила начало этой бесценной библиотеке, большую часть которой вывезли фашисты в годы войны, Екатерина II. Из всех российских императоров Екатерина II, несомненно, была самым страстным библиофилом. Еще с юных лет чтение стало ее любимым занятием. Императрица собрала уникальную книжную коллекцию, которая со временем пополнила собрание основанного ею же музея Эрмитаж. В этой коллекции была и не менее знаменитая библиотека, которую Екатерина II собрала и хранила в любимой загородной летней резиденции в царском селе, куда я вас и приглашаю. Мы можем утверждать то, что такое понятие, как императорская библиотека, именно личная библиотека императрицы, началась только с Екатерины II? Солидные историки, даже не ровно мне, утверждают, что Екатерина книг вообще не читала. Но это неправда. И что она декларировала свою любовь к книгам, чтобы прослыть просвещенной императрицей. Это на самом деле неправда, и это легко доказать, потому что в ее переписке практически каждый день она сообщала о том, что она прочитала, и делилась своими впечатлениями о прочитанном. К концу правления Екатерины ее официальная библиотека, которая хранилась в Зимнем дворце, насчитывала более 40 тысяч книг. В то же время известно из мемуаров, что имелась некая комнатная библиотека, помимо вот этой большой официальной дворцовой численности этой библиотеки, ее состав и ее местонахождение до недавнего времени вообще не были известны. Хотя именно эта библиотека представляет особо интересную историю. Я знаю, что вы совершили титанический научный труд. Ваша знаменитая монография, которая пару лет назад вышла, это результат 10-летней вашей работы, да? Верно. Большая часть ее комнатной личной библиотеки хранилась именно в Царском селе, в Агатовых комнатах, где по ее приказанию было спроектировано специальное помещение, которое получило официальное название библиотека. До этого в Царском селе помещений, предназначенных для хранения книг, вообще не было. В этой комнате в библиотеке до сих пор сохранились шкафы, в которых книги стояли. Они встроены в стены и ниши во всю высоту помещения. А кроме того, еще в нервных отделениях шкафов, таких более глубоких, хранились папки с увражами и альбомы с гравюрами, которые Екатерина очень любила разглядывать. Своя известная цитата, достаточно, но я ее повторю, написала своему корреспонденту Грему. Каждый день, час перед ужином я провожу с этими книгами и перелистывая гравированные листы, как малое дитя, черпаю из них меду для моего улья. Я думаю, что она имела в виду то, что многие образцы, которые она находила в этих гравированных листах, образцы архитектурных каких-то деталей, она предлагала своему архитектору Камерону использовать как раз вот в постройке Камероновой. Другими словами, вдохновлялась. Вдохновлялась. Кстати, следующий год будет юбилейным для Екатерины Второй. Исполняется 295 лет со дня ее рождения. А вот 2023-й Государственный музей-заповедник «Царское село» посвятил янтарю. В Екатеринском дворце открылась выставка «Ярче солнца». Она приурочена к 20-летию завершения воссоздания янтарной комнаты, которая длилась почти четверть века. Музей впервые представил практически полностью свою янтарную коллекцию, крупнейшую в России и одну из самых значительных в Европе. Янтарь. Окаменелая смола деревьев, пускавших корни миллионы лет назад. Дар природы, воплотившей в себе тепло солнца и прозрачность морской воды. Неспроста янтарную комнату, на создание которой ушло 6 тонн самоцветов, называют «восьмым чудом света». Воссоздали его 20 лет назад. Именно по берегу Балтийского моря в Россию приехал первоначальный янтарный кабинет, который был подарен Фридрихом Вильгельмом Первым, Петру Первому. Мы решили сделать такую интерактивную карту, для того, чтобы наши посетители могли проследить путь янтарного кабинета из Берлина до Петербурга. Колеса карет местами почти катились по воде. Повяжшие лошади быстро уставали. Для путешественников путь по Курской косе был настоящим испытанием. При Елизавете Петровне янтарный кабинет переезжает сюда, в Царское село из Петербурга. И уже архитектор Франческа Растрелли создает янтарную комнату, которую мы знаем. 188 лет она восхищала гостей императорской резиденции. Но известные события, Великой Отечественной войны, янтарная комната была утрачена. 1979 год. Начинается воссоздание комнаты. Длилось оно почти четверть века. Здесь сейчас воспроизведена атмосфера мастерской, в которой янтарная комната рождалась заново. Дощатый пол испачканной краской, чертежи архитектора Александра Кедринского, гипсовые фрагменты янтарных панелей. Мы специально сделали гипсовые отливки, для того, чтобы посетители могли почувствовать вот этот рельеф. И затем попробовать отыскать уже его янтарного близнеца. Очень многие сомневались в том, что янтарная комната будет выглядеть так же, как она в свое время выглядела при Елизавете Петровне. Сомнения развеяла неожиданная находка подлинной флорентийской мозаики. Она была обнаружена в Германии в 1997 году. И когда мы смотрим на подлинную мозаику и воссозданную, мы понимаем, что они практически идентичны. Посреди парка Политехнического университета, как средневековый дозорный, возвышается гидробашня. В отличие от основных зданий кампуса, неоклассического облика, это чисто утилитарное сооружение выполнено в стиле модерн. Модерн пришел в архитектуру на стыке 19-го и 20-го веков. Переосмысливая многовековые традиции, дерзко объединяя, казалось бы, несочетаемые элементы и приемы, архитекторы создавали неожиданный, впечатляющий, приковывающий взгляд. Зачастую такие дома, как и гидробашня Политеха, не вписывались в окружающую застройку, чем еще больше подчеркивали свою индивидуальность. Мощный восьмигранный ствол башни выполнен в виде донжона старинного замка с толстыми стенами и узкими окнами-бойницами, расположенными по спирали. А вот воздушное, почти кокетливое деревянное навершие одним напоминает шатровый древнерусский терем, другим – садовую беседку в виде восточной пагоды. Незаврядный силуэт гидробашни до сих пор остается архитектурной и высотной доминантой не только комплекса Политехнического университета, но и всего района. Летом 2024 года Петербург ждет эпичные события на Дворцовой площади. 20 июля, в Международный день шахмат, там проведут турнир живыми фигурами. Сто лет назад аналогичный турнир уже проходил на Дворцовой. Тогда краснофлотцы играли с красноармейцами, и за их состязанием наблюдали 8 тысяч зрителей. Вообще в России первая партия живых шахмат состоялась 5 сентября 1796 года. В Петербурге, в загородном дворце графа Строганова. А вот первый классический международный шахматный турнир Петербург принял спустя 100 лет. Впервые в Петербурге стартовал первый в России международный шахматный турнир 1 декабря 1895 года. Российская история шахмат – это не просто история светского развлечения, а настоящая многоактная драма с гонениями на бесовскую игру с Иваном Грозным, который умер, не успев выставить короля на шахматную доску. С поверженным ферзем в политической игре, первым губернатором Петербурга Меньшиковым, арестованным за партии в шахматы. С другим князем Потемкиным. По словам Державина, одной рукой он в шахматы играет, другой рукой народы покоряет. Но хотя еще московиты поражали европейцев своей искусной и остроумной игрой, первые шахматные клубы появились в городе на Неве. Петербуржцы играли в аристократических домах и в кофейнях. В столичных журналах печатали шахматные задачи, вроде бегства Наполеона из Москвы, которую придумал еще в 1824 году шахматист мирового класса Александр Петров. И, наконец, зимой 1895 года в Петербурге сошлась четверка самых сильных игроков мира. С нашей стороны выступил Михаил Чегорин, который и вслепую умел побеждать, играя на десяти досках сразу. Увы, первый отечественный профессиональный шахматист уступил остальным. Русскому маэстро всегда была важнее красота партии, а не безликая ничья. Но главное, в ту петербургскую зиму стало ясно. Россия, как страна, появилась на шахматной карте. Вернемся же к теме книг и библиотек. Очень необычная выставка открылась в Москве в Государственном музее Пушкина. Она получила название «Медицина пушкинской поры» и, как нетрудно догадаться из названия, посвящена врачам в жизни поэта. Среди знакомых Пушкина упоминается 22 медика. Портреты почти всех из них, за малым исключением, представлены на экспозиции в выставочных залах «Мезонин». Ко многим поэт обращался за медицинской помощью, с некоторыми, как с Далем, поддерживал дружеские отношения. С кем-то встречался в обществе, вел беседы на философские темы, как, например, с английским медиком Гучинсоном. В рамках межмузейной экспозиции представлены раритетные издания по терапии, военной хирургии, эпидемиологии, физиологии, фармацевтике пушкинской поры, которые дают представление о развитии медицины того времени. Отдельные экспонаты рассказывают о последних днях жизни Пушкина и врачах, принимавших участие в его спасении. Будущий год был год 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. И, как правило, канун всех юбилеев, о которых мы читаем, тема, связанная с Пушкиным и медициной, с Пушкиным, и возможностью, возможно ли было спасти Пушкина, она вдруг возникает с новой силой. Мы начали нашу программу сегодня с увлечением русских императоров книгами и библиотеками. А закончим другим пристрастием. Все они любили изысканную кухню. Причем у каждого из Романовых было свое любимое блюдо, которое готовилось на знаменитой кухне Петергофа или царскосельской резиденции в летнее время. Для современного шеф-повара, даже именитого, эта образцовая кухня позапрошлого века стала бы настоящим испытанием на мастерство. Шутка ли приготовить обед для полусотни дам и кавалеров, а у тебя под рукой ни кухонной машины, ни блендера. Даже сахар и тот давался непросто. Сначала были сахарные головы. Сахарные головы получали из сиропа тростника. И для того, чтобы пользоваться, чтобы получился кусковой сахар, сначала нужно было молоточками разбить, потом сахарооколкой разрубить сахар, потом еще щипцами получался вот такой вот колотый сахар. Чтобы ноги поваров не мерзли, раскладывали соломенные циновки. Может, и не слишком удобно, но каменный пол и спасение от пожаров, и возможность разжечь огонь прямо в доме, чтобы приготовить на вертеле молочного поросенка. Одно из самых изысканных праздничных блюд на Руси. После французской революции почти у каждого вельможи в Петербурге на кухне хлопотал француз. Полвека спустя Игнатий Радецкий, автор кулинарных бестселлеров «Альманах гастрономов» и «Санкт-Петербургская кухня» признал, Франция довела гастрономию до возможного совершенства. Но в чем российская столица обходила Париж, так это в изобилии продуктов. Как заметил один путешественник, здесь забывали о временах года. И даже в 26-градусный мороз можно было насладиться вкусом артишока или ананаса, выращенных в теплице. Что уж говорить о десертах к кофе и чаю. Страстной любительницей кофе была Екатерина II. Ну, мы бы сейчас сказали современного кофеманка. То есть после нее служители еще переварили неоднократно этот кофе. Пила она его с густыми сливками. Кто-то предпочитал больше чая. Например, Николай I любил чай. И по воспоминаниям он иногда чай закусывал, ну, прикуску с соленым огурцом. И хотя сладкое на Руси любили всегда, в 19 веке пиры зачастую заканчивались настоящими инсталляциями из всевозможных десертов. И обязательным номером было мороженое. По русской традиции даже зимой. Ну, а увидеть историю с помощью живописи можно на грандиозной выставке произведений Василия Сурикова, которая 1 декабря открылась в Русском музее и приурочена к 175-летию со дня рождения прославленного живописца. В корпусе Бенуа впервые за 90 лет представлено свыше 120 живописных и графических произведений Сурикова и собрание музеев Санкт-Петербурга, Москвы и Красноярска. В том числе знаменитые исторические картины «Покорение Сибири Ермаком», «Взятие Снежного городка», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин» и два великих шедевра мастера исторической живописи из Третьяковской галереи – «Боярня Морозова» и «Меньшиков в Березове». На этом все. Увидимся ровно через неделю в следующую пятницу в 21.00 только на телеканале Санкт-Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова